Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава Евангелия от Матфея. Я читаю с небольшими комментариями свой перевод для библейского портала Экзегет. Вот эта глава продолжает тему уже начатую Иисус и, скажем так, традиционное благочестие. Какие возникают проблемы? Ну, самое простое и понятное. Он делает то, что он хочет, в отличие от традиционного благочестия, которое предписывает каждому человеку определенные рамки, границы. Как раз тогда Иисус проходил субботним днем через поле с пассивами. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть зерна. Кстати, тут может возникнуть вопрос, это же не их поле, но как раз вот закон Моисеев, он дозволял срывать руками зерна чужого урожая, но это такая своеобразная мера, чтобы гарантировать пропитание самым нищим. Серпом нельзя, это уже сжатва, а вот просто чтобы съесть, тем более сырое зерно, представляете себе, что его много не съешь, это, в общем, уж совсем на случай крайнего голода. А фарисеи, увидев это, ему сказали, «Смотри, что делают твои ученики, это запрещено в субботу». Ну, бесконечные споры в иудаизме о том, что разрешено и что запрещено в субботу, запрещена работа. Можно ли считать это жатвой? Строго говоря, наверное, можно притянуть определение жатвы под такой сбор, но вообще-то, если это позволено и отличается от жатвы с помощью серпа, то как раз вот исходя из норм субботы, как она описана в законе Моисеевым, это не работа, это что-то другое. И поэтому, в принципе, в субботу разрешено. Иисус мог именно так выстроить свою аргументацию. Он им ответил, «А вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался он сам и его спутники? Как вошел он в храм Божий, как ел о священной хлебе, их не положено было есть не ему, не его спутникам, а только священникам?» Идет речь об истории, которая описана в 21 главе 1 книги царств. Там Давид бежит от царя Саула, приходит к первосвященнику, просит хлеба, а у того нет хлеба обычного, есть только священный хлеб, который лежит в скине, хлеб-предложение, его съедают священники. Он дает ему, но не из скини, а тот, который вынесли из скини, он там уже полежал, и теперь его священники идут. Ну, смотрите, вот Иисус с самого начала, вместо того, чтобы спорить с ними в их терминах, что было бы очень логично, срывать колоссия – это не работа. Он говорит, да вообще можно нарушить любой запрет, в том числе в храме, то, что принадлежит только Богу, можно просто прийти и взять. Ничего себе. Он провоцирует их вот такими ответами. Он мог бы гораздо глаже защитить своих учеников, но он как будто заостряет специально. Или не читали в законе, что по субботам священники в храме нарушают субботные правила, но не повинны. Имеется в виду, что запрещена работа, но храмовое богослужение, конечно, продолжается, в том числе те действия, которые в обычной ситуации считаются работой. То есть, фактически он говорит, что границы между священным и обычным больше не непроходимы. Между будними днями и субботой, между храмовым богослужением и повседневной жизнью. Ну, как если бы, я не знаю, кто-нибудь там пошел и съел в пост что-нибудь не то, ему сказали, ну и что? А вот, знаете ли, что бывает в главном соборе, как там в алтаре происходят какие-то вещи? Да, вот шокирует человека, при чем здесь это? Это же другое. Говорю вам, здесь больше, чем храм. А что здесь больше? Или кто здесь больше, чем храм? Мы скажем, конечно, он сам. Но он неправильно говорит дальше. Если бы поняли смысл слов «я милости хочу, а не жертву», цитата из пророка Осии, «не стали бы осуждать невиновных». Сын человеческий, он господин над субботой. То есть, смотрите, во-первых, очень серьезная заявка на радикальные изменения вот этого религиозного быта. Но не в том смысле, что все, давайте отменяем все правила, больше уже ничего не важно, а в том смысле, что правила вообще не абсолютно. И не то, что сорвали колос, ну, мелочь, в конце концов, да, но все можно пересмотреть. Можно ли это терпеть? Следующий эпизод. Оттуда он отправился в местную синагогу. Там был человек с сухой рукой. Иисусу задали вопрос, чтобы его обвинить. Можно ли исцелять в субботу? Смотрите, ему задают просто теоретический вопрос. Опять-таки, это реальный вопрос, который в иудаизме обсуждается. Если исцеление работа, вот врач приходит на работу и лечит людей. Нельзя. С другой стороны, если человек, допустим, при смерти, ну, это уже то, что называется в иудаизме пикоахнефиш, то есть дело идет о человеческой жизни, конечно, нужно его спасать. Да? И он мог тоже все это сказать. Он сказал им в ответ, если у кого-то не есть овца, и она в субботу упадет в яму, неужели хозяин не вытащит ее наружу? Есть ли такое среди вас? А ведь человек намного важнее овцы, значит, делать добро по субботам можно. Смотрите, вот там он стирает границу между храмом и просто прогулкой среди колосьев по полю. Здесь он стирает границу между овцой и человеком. То есть вообще никаких границ не осталось. И вот он говорит тому человеку, протяни руку. Тот протянула рука, снова стала здоровой, как другая. Слушай, ну что ему стоило подождать день? На следующий день бы сделал все то же самое. Никаких не было бы проблем. Как будто специально их провоцируют. Но, мне кажется, за всем этим стоит очень ясный сигнал. Вот есть добро, есть зло. Есть куча разных ситуаций, в которых эти вопросы важны. Вот накормить голодного, и даже себя голодного накормить, когда по-настоящему голоден. Исцелить больного – это добро. И есть какие-то внешние рамки, правила. Они не то, что бессмысленны, но они глубоко вторичны. И он противопоставляет свое видение добра вот этим рамкам и правилам. А фарисеи ушли и стали совещаться, как бы погубить Иисуса. И вот ровно этого они не могут терпеть, да? И это частая история, когда люди глубоко религиозны, они не в состоянии переносить малейшего несовпадения со своими ожиданиями. Поняв это, Иисус оттуда удалился. За ним последовало множество людей, он их всех исцелил. А народу-то хочется исцеления. Но запретил им разглашать о нем. Опять-таки, а почему? Ну, наверное, не любят лишнего шума рекламы. Чтобы исполнилось предсказанное через пророка Исаию. Вот сын мой, избранник мой, любимец, благоволит к нему моя душа. Я пошлю дух мой на него, и он вернет народам правосудие. Не станет он спорить или кричать. На площадях его голоса не услышат. Надломленные тростинки он не сломит. Дымящегося фитиля не погасит, пока не добьется торжества правосудия. На имя его будут уповать народы. Ну, понятно, что избранник, любимец, такие мессианские титулы. Но не будет он спорить. Вот при этом он уходит от конфликта. Он провоцирует конфликт, но от него уходит. Может быть, для того, чтобы этот конфликт внутри людей каким-то образом разрешался. Вот каждый решал сам для себя, как ему из этой ситуации, какой сделался вывод. Тогда к Иисусу привеляя держимого бесом человек, он был слеп и нем. Иисус исцелил его нему и прозрел, и заговорил. Всего множества народа в изумлении говорил о нем. Так вот, кто потомок Давида? То есть, мессия. Ну, и практический вывод, который люди делают, вот человек, который нам поможет, который обладает каким-то высоким достоинством и все такое прочее. Для них практические вещи важны. А слышавшие это фарисеи решили так, что он изгоняет бесов, так это силы Верезовула, которые бесами и правят. То есть, ну, начальник уже подчиняется, генерал армии может командовать, да. Значит, если передвигаются части этой армии, то это генерал издал приказ. Вот, наверное, с Верезовулом, это одно из имен сатаны, происходит примерно то же самое. Вот все, что не вписывается в наше представление, в наши рамки, в наши правила, мы объявляем чем-то абсолютно нечистым. А Иисус знает, что они думают, сказал им. «Всякое расколовшееся царство опустеет, расколовшемуся городу или дома не устоять. Если сатана изгоняет сатану, если он разделился, как устоять его царству? Если я изгоняю бесов силой Верезовула, то чьи силы это делают ваши же сыновья? Вот они-то и будут вам судьями». Ну, понятно, что ситуация гражданской войны означает, что государству приходит конец, или ситуация вражды внутри дома. Если так, то получается, что царство сатаны побеждено. То есть, это хорошая новость, если это так. Вот с точки зрения, опять-таки, внешней пользы. «А если я изгоняю бесов Духом Божьим, значит, достигло вас царство Божие. Как можно войти в дом могучего владельца и расхитить его имущество, если не связать сперва владельца? А тогда уже можно и дом его разорять. Ну, то есть, сатана – сильный владелец своего имущества, и нужно его связать, чтобы освободить от него тех, кого он пленяет. И опять получается хорошо. То есть, вы должны радоваться этому. Почему вы негодуете? Такая, может быть, очень ироничная фраза. Если я сатана, так у сатаны идет гражданская война с самим собой. Здорово. Это нам на пользу. А если до вас дошло царство Божие, так это еще лучше. Но вам все не нравится. Кто не со мной, тот против меня, и кто не приобретает со мной, тот теряет. Такие жесткие слова. То есть, не бывает нейтралитета. Вот в данной ситуации его действительно нет. То есть, есть явное добро, исцеление, освобождение людей. Ты либо признаешь его, либо нет. И, наверное, в каких-то житейских обычных ситуациях мы можем сказать, что все выглядит иначе, что нет вот уж такого однозначного, кто не приобретает, тот теряет. Но вот здесь, пожалуй, это так. Так что говорю вам, всякое приключение и злословие простятся людям. А кто злословит дух, тому не простится. Кто скажет нечто против сына человеческого, тому простится. А кто скажет против святого духа, тому не простится ни в этом мире, ни в будущем. Вопрос, который очень часто люди задают. А отца как? Сына можно ругать, а духа нельзя? Отца, интересно, можно? Но понятно, что мы вносим в это какие-то современные богословские схемы. На самом деле здесь имеется в виду, что вот такая ругань по-человечески, она простительная, но если человек злословит действие святого духа, тем самым он от себя отсекает это действие, он называет сатаной того, кто приносит ему это исцеление. Тогда какое его исцеление он может ждать? То есть прощение – это само по себе, оно некий труд святого духа. Если человек объявляет святого духа бесом, то он отказывается от всякой работы этого духа. Если дерево вы считаете полезным, то и плод его полезен, а если дерево считаете негодным, то и плод его негоден, ведь дерево оценивают по плодам. Собственно, разъяснение той же самой мысли. Объявив дерево негодным, несъедобным, вы отказываетесь есть его плоды, вы лишаете себя этих плодов духа. И дальше очень резкие слова. Смотрите, пока его хотели убить, с ним спорили ни слова, но как только возникает вот эта ситуация отрицания благости Божьей, отрицания какого-то конкретного действия, то появляются самые резкие слова. Змеиные вы отроди. Да откуда возьмутся у вас добрые слова, если сами вы злые? Чем переполнено сердце, то и на устах у человека. Добрый человек выносит добро из своих хранилищ добра, а злой человек выносит зло из своих хранилищ зла. Говорю вам за всякое пустое слово, какое только скажут люди, воздастся им в день суда. «Слова твои будут тебе во оправдание, и твои же слова будут тебе во осуждение». Вот тоже, разве так много, значит, слова, да? Их же очень легко говорить, легко что-то перепутать, сделать что-то сложнее, требуется усилия приложить, и там есть время передумать. А слово само вылетает. Вот ровно об этом идет речь, что оно само вылетает, и оно показывает желание человека, и слово свободно. «Дела зависят от возможностей». Ну, я бы хотел летать по небу сам без самолета, но не могу. А вот сказать я могу все что угодно, и в этом я никак не ограничен. И поэтому слова показывают не просто, что человек может, но чего он действительно хочет, что у него внутри. Некоторые из книжников и фарисеев сказали ему в ответ, «Учители, хотим увидеть от себя знамение». А это здесь при чем? Значит, сомневаются. Вот возникает момент острого противостояния. Знамение позволяет получить некоторую гарантию, письмо такое гарантийное, да? «Он от Бога, Бог его слушает, он творит чудеса, не силы Вильзевула, а божественные силы». Пожалуйста, ну что, тебе трудно, что ли? Ты исцеляешь больных. А с другой стороны, так вот вам знамение, их что, мало, что ли? Вы хотите какое-то специальное? И дальше может начаться эта уловка бесконечная. «Приведите свои аргументы». Нет, но это не настоящие аргументы, приведите настоящие. Когда человек без конца требует его убеждать, но он заранее готов отвергнуть любой аргумент, любой довод. Ну вы же меня не убедили в конце? Видимо, вот хочется занять такую же капризную позицию. Аулин ответил им так. Опять довольно резко. «Род злой и развратно ищет знамение, но не будет ему дано иного, кроме знамения пророка Ионы. Какое знамение пророка Ионы?» Дальше будет объяснение, но смотрите. Он проповедовал в Ниневе, это такой развратный и жестокий город, и нинавитяне покаялись. Первое, что приходит в голову, вот эта проповедь, то есть нинавитяне-то покаялись, а вы. «Как Иона пробыл в очреве китовом три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Да, конечно, это напоминает нам уже знающим дальнейшую историю о погребении и воскресении. Но смотрите, вот Иона три дня и три ночи проповедовал, да? А потом сначала был в череве кита, потом проповедовал, потом ждал, пока покаются нинавитяне, или, скорее, пока Господь наведет на них какое-то наказание. Не только удивительно, что он пребывал вот там, в этом самом череве долгое время, но удивительна сама история, когда его проповедь достигла цели. И потому, говорит дальше Иисус, «В день суда нинавитяне встанут рядом с этим родом людей и осудят их, потому что проповедь Ионы привела их к покаянию». Здесь тот, кто больше Ионы. Как пребывание Ионы в очреве большую рыбу, ну или здесь вот в греческом Новом Завете кита, привело к покаянию нинавитян, но точно так же и пребывание Иисуса в царстве смерти должно привести этих людей. По другой модели, да, и он и не хотел, а здесь сами люди не слушают, но все равно. «Южная царица» — это рассказ из 3 книги Царств, 10 глава, к Соломону приходила царица, которая, судя по темой, была язычницей. «Южная царица в день суда пробудится вместе с этим родом людей и осудит их, потому что она пришла от края земли послушать мудрость Соломонову. А здесь тот, кто больше Соломона. И ходить никуда не надо, только слушай, но не хочется». То есть опять он провоцирует, да, опять он вместо того, чтобы сказать, ну ладно, сейчас будет вам знамение, ну такое небольшое, да, маленькое, чтобы не очень напрягаться, или сказать «нет-нет-нет, хватит вам уже, смотрите на то, что происходит», он наоборот им говорит, вот ненавитянам не нужно было никакое доказательство, вот царица Савская тоже пришла сама по себе, а вы, почему вот вам этого не хватает? «Когда оставляет человека нечистый дух, интересно же, что будет дальше, да? Ну вот там свиньи какие-то духи вошли, погибли, а может они там попадают в какое-нибудь огненное озеро, да, там в какую-нибудь страшную обстановку. Интересно же заглянуть за край мироздания, вот понять, что там в каком-то мире мистических сущностей. А нет, не про это. «Когда оставляет человека нечистый дух, он скитается по безводной пустыне, не может найти себе покоя, как такой хищник без добычи, да, не может успокоиться. И тогда решает вернуться домой, откуда вышел, и по возвращении находит этот дом пустым, прибранным и украшенным. Тогда он отправляется, прихватив с собой семь духов, еще злее, чем он сам, занимает дом и обитает там. А для человека это еще хуже, чем то, что было прежде. Так будет и с этим злым родом людей. Это в ответ на просьбу о знамении. Бесов-то я изгоняю, говорит он, но они же могут вернуться, причем еще в больших количествах, и все будет еще хуже. Дом пустой, прибранный и украшенный. Прибранный и украшенный, да, хозяин не тратил времени зря, прибрался, украсил. Ну, оставил пустым. То есть, в доме надо жить. И если в нем не селится Святой Дух, то, очевидно, селятся бесы. Если мы рассматриваем это в контексте всей главы. И, соответственно, если вы отрицаете действия Святого Духа, вы не пускаете его к себе. А дальше что произойдет? А вот это и произойдет. Еще когда Иисус это говорил о толпе, появились его мать и братья. Вот при чем здесь это? Вот этот эпизод, он как-то выпирает. Но давайте его дочитаем, потом подумаем. Они стояли снаружи и хотели с ним поговорить. Один человек ему сказал, там снаружи стоят матери твоей, братья, и хотят с тобой поговорить. Он ответил тому человеку, кто мне матери, кто братья? И, обведя рукой своих учеников, сказал, вот кто мне матери, братья. Всякий, кто творит волю Отца Моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и матерь. Звучит, как отказ от родства. К нему пришли его родные, ну, выйди с ними, поговори, поприветствуй хотя бы. Нет, мне все родные. То есть никто? Не совсем все. Всякий, кто творит волю Отца Моего Небесного. Вот смотрите, у нас есть эта ситуация острого конфликта на религиозной почве, да? Есть правила, соблюдая их ни о чем не думай, тогда все будет хорошо. А есть еще ситуация конфликта, опять-таки, им спровоцированного на почве, скажем так, традиционных семейных отношений, семейные ценности, что же может быть выше, да? Во всем мире, наверное, так люди считают. Сколько фильмов про семейные ценности, когда человек там жертвует карьерой для того, чтобы быть со своей семьей, да? А Иисус ровно наоборот получается. Жертвует своей семьей, чтобы остаться, проповедовать? Нет, он говорит, что семья основана на чем-то другом, чем на физическом родстве. И, собственно, матери, братья ничуть не ближе, чем любой другой человек, который в этом родстве с ним состоит. Это же расширение границ. И то же самое в первой части этой главы, гораздо больше, да, где про расширение границ вот этих религиозных правил «Можно только первосвященникам есть эти хлебы, можно только в шесть дней в неделю исцелять, а в остальные нельзя, можно только это, это». А вдруг все расширяется, расширяется до пределов вот… А любому можно их есть, а любому и любого можно исцелять. Вопрос в том, исполняется воля Отца или нет. И тот, кто противостоит этой воле, кто называет исполнение этой воли действием Вильзевула, ну, очевидно, он оказывается отверженным, но не потому, что Иисус на него плохо смотрит, не потому, что он там не родился евреем, я не знаю, не прошел какого-то обряда, согрешил, допустим, когда-то, и теперь он грешник. Ну, как обычные люди думают, да, что делает человека отверженным, а потому, что он сам не захотел. И вот, пожалуй, что вот тут возникает очень много вопросов, на которые как-то надо ответить. Но самый главный вопрос, вот ты проповедуешь все эти вещи, допустим, допустим, я им поверю, что будет со мной дальше? Об этом в следующей 13 главе.